Вот он знаменитый Стоянский Бор. Вот такой у нас лес. Дальше на этот борт не смотрите, потому что его частично сожгли. За моей спиной уникальный лес, который является основой здорового образа жизни. Вот если там его спилить и через сто лет поставить дом, то это будет здорово. Почему через сто? Корни остаются, гниют в земле. Но это ладно, я все съезжаю почему-то на садоводство. Вот. Поляны. Видите? Там, где поляна, вот она, поляна заросла. Это была колхозная дойка, а вот не зарастает. Хотя коров давно нет. Видите? Миллиарды семян, а она себе знает это самое. Стоит поляна в поляну. Это геопатогенная зона. Вот именно там. Возьми этот участок. Их не стали давать. Люди хотели здесь взять землю. Вот. Уже знали про меня, про железо, про красный хутор. Вот. Хотели анасессию соорганизоваться. Им показали. Вот у меня Роказань, это мне этот самый. В одной. Во второй руке у меня находится рамка. Беорамка. А так бы я показал большой кукиш. Такой кукиш показала администрация Шушинского района тем, кто хотел здесь взять землю. И два суда не помогли. А судя кто. Те же чиновники. Так вот. Сюда лучше не глядеть. Здесь был пожар. Лесной. Когда было страшное. В прошлом году. Горела вся Хакасия. Горели десятки сел. Вот здесь пожар подошел к хутору. Но его остановили. Физически. А теперь о главном. Итак. В левой руке у меня. Пусть даже трясется. Но находится видеокамера встроенная в этот самый аппарат. В правой руке рамка. Смотрите сюда. Если все чисто, она горизонтально. Вы уже знаете. Или начинает крутиться кругами. Смотрим. Иногда поворачиваться боком, но это еще ничего. Это можно списать на вибрацию. Вот. Но неподвижно. Знаете, ничего страшного. Не хочешь смотреть вперед. Ну, возможно, специфика того, что 40 км съемка в машине. У меня так не раз был. Помолчи. Теперь смотрю, что будет дальше. Немного времени пройдет и начнется. Уже началось. Вот. Отцепляется, да. Вот аппарат. Пока, слава богу. Я когда выезжал с хутора, три раза по бешеному крутилось. Только на расстоянии 100 метров. Вот. Пока чисто. Вот. Это самая спокойная дорога из трех. Номер один. Дорога аппарат Сайоногорска называют дорогой смерти. Точнее, участок Сайоногорска. Сайонский реминир завод. Вот. Вторая дорога смерти. Это Сайоногорск-Бея. Ну, и здесь... Ну, сейчас увидим. Здесь мало аварий бывает. Только потому, что здесь мало машин. Это тихий, спокойный район, где я вам желаю поселиться. Ленин тут жил. Знаете, я рассказываю, как анекдот. Как была в литературной газете. Там печатали эти выдержки из школьных сочинений. Девочка-школьница написала. Мы ездили в турпоездку. Шушенская. Я побывала на даче Ленина. Вот. Мне это кажется смешно. А почему нет? Сто лет назад здесь дома были лучше, чем многие сейчас живут. Вот. Вспомните, за что боролись. Вот. И дом, в котором жил Ленин, снимал, тоже был. Он и сейчас есть. Ну, как есть. Мемориал. Он выглядит лучше, чем многие из современных домов, где дожидают свой век нищие старики. Ну, это я куда-то свернул. На экономику, на политику. Вот. Рамка закрутилась. Смотрите. Вот здесь. Все. Теперь она крутится и живет своей жизнью. Я ее не трогаю, я ее не сжимаю. Я сжимаю колпачок, кутляр от шарика и ручки. Рамка живет своей жизнью. Одну зону проехали. Есть зоны послабее. Видите, вот эти вот. А есть бешеные кручения. Знаете, какие самые страшные? Сегодня я такие два места знаю. Одна поселка Сизой, вверх по реке Сизой. И одна в новом поселке, который стоит посреди голого поля. И там и там я нашел места, где рамки... Я стою неподвижно, а рамки бешено крутятся. Даже не по себе. Ну, теперь вы уже многое знаете. Вот. Вот это поселок Никитина. Здесь близко скала. Сейчас, послеобеденное время, жарит солнце. Оно бьет в эту скалу, отражается. И в этом поселке можно выращивать черешни, персики. Правда, нет тут ни черешни, ни персика. Но это всего лишь недостаток наших людей. Кстати, знакомьтесь, элитный априкос. 35 лет ему. Я сюда приехал, он уже был. Когда это все проскочили. В этом году он тоже отдыхает, так же, как мой манчжуриц. Так, продолжаем съемки. Вот. Продолжаем съемки. Видите, как здорово место. Это уникальное место. Это называется, это называется, это называется микроклимат. Микроклимат это замечательно. Вот тут прекрасные сады. Тут мои деревья растут. Вот. Мы приближаемся к поселку Сизай. Завтра мы будем там мерить. Я вас интригую. Я хочу, чтобы вы посмотрели этот фильм дальше. Вот. Победительство конкурса Королева Красоты Наталью Денисенко. Жену нашего, кого все знаете, Андрея Ивановича Денисенко. Вот. Надо. Я забыл. Сегодня с ней разговаривал, договаривался о том, что она будет волонтером. Вот. И я буду на ней испытывать то, что я делаю. Это смежная с Андреем Ивановичем областью. Мы как бы, а не примыкают друг к другу, к профессиональным массажистам. Вот. А Наталья согласилась поучаствовать в этом деле. Ну, она королева, поэтому ей... Это не первой. Вот. Ну, вот рамки мои руки закрутились. Так. Проезжаем к Сизую. Здесь вдоль берега особенно растут великолепно мои абрикосы. Вплоть до 100-граммовых. Ну, вообще, мы эти вы видели. И живьем видели. Мы были не в одном саду, а в нескольких садах. Вот. А еще, вот сейчас я вам покажу церковь. Тоже заманиваю. Дело в том, что надо определяться. У меня нет единственного мой недостаток. Много зная о невидимом мире, за что, кстати, часто по морде получаю, я уже говорил. Вот. Я никогда не искал и не находил. Есть еще такое понятие. Оно для меня пока эфемерное. Якобы есть места силы. Якобы туда ставят церкви, якобы там заряжаются экстрасенсы. Якобы не их находят. Но моя беда в том, что я их никогда не искал. Ну, да, слышал. Да, церковь, да, стоит там. В этом самом, так называемом, месте силы. Вот. А однажды, пока я тут спокойно. Кстати, рамки довольно, я думал, будут похуже. И все-таки рядом русло реки. Русло реки, это всегда геопатогенные зоны. То есть я оговорился. Не русло реки, а бывшие русло реки. Бывшие русла, которые давно уже стали сушей. Вот это очень опасные места. Вот мы проехали, вот надо было показать налево. Мы с вами проехали речку Сизая. Вот там выше страшная геопатогенная зона. Вот. Люди, которые болеют, даже не связывают это. Они же не знают, что такое геопатогенная зона. Наука не изучает этот вопрос. А сейчас, значит, я хотел сказать, что про эти места силы. Может, останется кусочек жизни, займусь этим делом. Это великолепно растут деревья, это само собой. Вот. Иногда они растут не как вот есть деревья, которые как многожильный кабель, перекрученный, свернутый там восьмерками, там узлами. Это страшные места геопатогенной зоны. Такие тоже есть. Я поищу в интернете, может, сделаю несколько фотографий уже с интернета. Вот. Это там, где вдоль обочин стоят десятки знаков, что здесь погибли люди. Вот. И вот наоборот, вместо силы, и вдруг я... А, вот почему я вспомнил. Я получаю... Что-то долго ведет себя рамки странно, тихо. Вот. Я получаю вот это... А нет, был звонок. Человек говорит, посоветуйте, я не знаю, я собрался садить ваши эти... Ну, вырастил в виде рассады, хотя это неправильно. Вот. Надо сразу землю садить, прорушая семена мои. Мои. Вот. Хотя бы мои. А он, значит, говорит, вот я собрался вот сейчас. А в июле уже, конечно, поздно там. Естественно, я там... А я опять же, куда же их девать-то? Хоть поздно, но человек глупо сделал, не высадил вовремя. И вот он хоть садить и говорит, а я по вашему методу, у меня же на диске, на одном, то ли первом, то ли втором, у меня есть работа с рамками. Телевидение меня снимало. Вот. Работа с рамками, да? То, чего частично вы видели и тут. И вот, значит, опа, началось. Вот это уже настоящая гипотогенная злота. И довольно большая. Вот. Далее сбили меня с мысли вот эти автомобили. Напрягает, что не за рулем. И вот он говорит, я померил рамками и хочу посадить. Я нашел места силы. Я говорю, как нашел? Я там ничего не понимаю. А он-то первый раз в жизни рамки взял. Он говорит, у меня там рамки начинают сходиться. И тыкаться, как бы вот он объяснил. Ты тыкаться, то есть, сила какая-то их тянет к земле. Ну, что я мог сказать? А вдруг правильно? А вдруг там великолепно эти расти будут? Но я ему сказал уже как бы свое расхожее мнение. Вот. Ищите место, где вот как ходишь, две рамки параллельно. Две рамки не шевелятся. Вы их удерживаете в горизонтальном положении. Их никакая сила не тянет ни вниз, ни вбок, не перекрещивается. Вот тут и садите. По крайней мере, вы застрахованы от неудач. А что значит рамки? Мне никогда рамки не тянуло вот так вот. Вот. Ну, может быть, он сильный экстрасенс. Вы обратили внимание, что на Андрея, моего друга помощника, который работает в моем саду. Небольшое количество движений вращательных увеличило биополе до 4 метров. Это уже аксессорные способности в этот момент. А то не ставьте быстрее сюда, как вода. Нагреешь, и она потом быстро остывается.